Прогулка в парке с родителями, катание на каруселях и качелях. Еще прошлым летом для Алены Стацевич это было доступно. Сейчас все изменилось. Последние месяцы ее жизни в основном проходят в стенах Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах. Там Алена борется с онкологией. Врачи на консилиуме решили нам поменять химию из более щадящей на более сильную. Предыдущая химия дала положительную динамику, но не такую, как хотелось бы врачам. Поэтому не хочется мучать организм и терять время на более легкую химию. Сейчас мы с Аленой прошли один блок этой химиотерапии. Химиотерапия, конечно, очень тяжелая. Анализы упали очень сильно. У нее состояние было тяжелое. Тромбоциты упали у нас до ноля. Но благодаря врачам из Боровлян мы почти восстановились. Анализы Алены немного стабилизировались. И врачи решили дать ее организму отдохнуть. И разрешили на два дня приехать домой. В встрече с родными Алена была очень рада. Она стала даже больше улыбаться. А вот что ее расстраивает, так это прическа. Из-за блока высокодозной химиотерапии девочка потеряла практически все волосы. Но они обязательно отрастут, когда Алена выздоровеет. Чтобы закрепить лечение, которое она получает в Боровлянах, необходимо лечение антителами в Германии. Для этого нужно 410 тысяч евро. Я сейчас болею. Очень долго лежу в больнице. Я очень соскучилась по папе, по сестричкам, по бабуле. Но я знаю, что мне надо лежать в больнице, чтобы победить микроба и вылечиться. Не оставляйте меня одной. Помогите мне выздороветь добрые люди. Для семьи Стацевич сумма в 410 тысяч евро неподъемная. Поэтому родители и сама Алена надеются на помощь. Сегодня собрать деньги семье девочки помогают более 50 волонтеров по всей Беларуси и за ее пределами. Не так давно мы объединились с несколькими командами волонтеров и помогаем в благотворительном сборе на лечение Аленке Стацевич. Ведь когда ребенок болен на онкологии и его жизнь зависит от денег, которых, к сожалению, у семьи нет, бездействовать просто невозможно. Каждый день мы просим о помощи, пишем письма в организации предприятия, пишем безграничное количество обращений в информационные группы в социальных сетях, обращаемся к блогерам, спортсменам и знаменитостям. Ищем добрых людей среди политиков и звезд нашей страны и обращаемся в страны наших соседей. Мы каждодневно молим о помощи у простых людей на всех ресурсах, которые, возможно, позволят на сегодняшний день. В разных уголках Беларуси благодаря волонтерам установлены копилки по сбору средств на лечение Алены Стацевич. В некоторых городах есть даже информационные баннеры. Напечатано около 10 тысяч листовок, которые распространяются волонтерами. В лиде семье Стацевич помогает волонтер Елена Белявская. Вместе с членами Лицкой районной организации Белорусского республиканского союза молодежи она размещает листовки в наиболее людных местах города. Мы проводим большую работу для того, чтобы жители города более активно участвовали в данном сборе. Сумма сбора большая – 410 тысяч евро. Но она большая и не посильная только для семьи Аленки, а для жителей нашего большого города и нашей республики. Даже если каждый окажет незначительное посильное участие, мы соберем эти деньги и спасем жизнь маленького ребенка. В данный момент проходит акция по распространению листовок волонтерами, жителями города, всеми людьми, которые не безразличны к горе маленькой девочки. Я призываю всех активнее участвовать. Любая, даже маленькая сумма, даже просто помолиться за ребенка. И мы поможем девочке и сделаем большое доброе дело. Активная работа по сбору средств на лечение Алены Стацевич ведется в интернете. Информация о ней есть в социальных сетях и в ее личном аккаунте в Инстаграм. Практически каждый день в сети появляются новые видео в поддержку Алены. Болезнь заставила Алену рано повзрослеть. В свои 7 лет она понимает, какое доброе дело совершают для нее волонтеры и те, кто жертвует средства на ее лечение. Каждый, кто не остался безразличным в беде Алены. Для девочки сейчас не чужой человек. Моя мама очень часто плачет. И я знаю почему. Это все из-за моей болезни. Чтобы вылечить меня, я должен собрать очень много денег. Я не знаю сколько, ведь я умею считать только до 100. Но думаю, что много. Помогите, пожалуйста, нас брать много этих денег. Чтобы моя мама улыбалась. Я верю, что мы победим болезнь и верю, что вы мне поможете. Пожалуйста, помогите. Я очень хочу жить. Я буду молиться за вас, когда поправлюсь. На этой неделе в среду в Боровлянах Алене Стацевич начали второй блок высокодозной химиотерапии. Он продлится 5 дней. Второй будет и заключительный блок химиотерапии. И после этого у нас будет МАБГ-терапия в Москве. После этого дается несколько недель на восстановление. И будет гаплотрансплантация клетками мамы или папы. Это будет известно позже. Потому что типирование мы еще не проходили. А после гаплотрансплантации в течение 100 дней нам нужно будет уехать на так необходимую иммунотерапию, которая закрепляет все результаты, которых мы добьемся здесь, в Боровлянах. Мы надеемся на поддержку каждого из вас. Мы знаем, что вы нас не бросили не в первый раз. И в этот раз вы помогаете нам по мере возможности. Мы понимаем, что сейчас очень тяжелая ситуация в связи с пандемией коронавируса. Но мы просим вас, помогите, пожалуйста, нашей девочке попасть на лечение вовремя. Из 410 тысяч евро, необходимых для лечения в Германии, Алену Стацевич, собрано лишь 112 тысяч евро. Время идет, и девочке нужно попасть в клинику. Помочь Алене вылечиться и дать ей шанс на жизнь может каждый. Реквизиты для перечисления средств на экране. Найти их можно и в социальных сетях на странице Алену Стацевич.